Итак, всем привет, ребят. Как бы неожиданная реакция залетает на наш YouTube-канал. Ужасающий YouTube-канал. Чисто знаешь, на наш YouTube-канал, на другой YouTube-канал. Это всё реролл, рекролл и вообще never gonna give you up. Это, если что, спитап, мешап. Я та самая мешап. Кстати, по факту. Чё, погнали? Чё, кого? Фантом, лайк поставил, ничего не знаю, подписался, всё. Всем приветствую, Фантом. Здарова. Я расчесываю свои привосы, блядь. Это Честер, он любит читас. На хуя, я в маленьком смотрю. Знаешь, как в том клипе? Я всегда с собой беру видеокамеру. Бибай. Спойлеры! Её сын не может переспать, что? В смысле, с кем? Тупо, блядь, Миша и Буклы. Как бы, я сам виноват, что её сын не может переспать девушку, блядь. В Честерой паркеру обращается женщина по имени Кэндис, 53-х лет. В полном отчаянии письме она сообщает о странных вещах, которые в последнее время... Это я когда вырос выше, чем метр восемьдесят, блядь. Ебаня. А ты, короче, понял, как я хотел снять хату, и мне, типа, пишут, что вот, если, типа, вы выше метра восемьдесят, то вам, типа, не получится жить, потому что там, типа, потолки, знаешь, короче, скошенная крыша, тебе. Да, или в этом, блядь, знаешь, что же там будет. По словам женщины, он стал слишком быстро расти, настолько, что уже вырос из всей своей одежды. Более того, он начал проводить по себе волосы и отказывается показывать лицо, вскрывая его за жуткой маской. Блядь, прям как я, слышишь, отказывается показывать лицо. Ты же помнишь, это 27-7. Про нормальщины это не проблема, поэтому, собрав все свои камеры, они направляют зубы в кэндис. Дверь, есть валяма в банке. В ходе беседы, честер и паркер узнают, что после смерти ее мужа Майкла, сын убежал из дома в лес. Да-да-да, не пизжу. И после этого его словно подменили. У Томми начались все упомянутые выше симптомы. А именно отказываться в соседней комнате, блядь, да? Все слушают, блядь, походу, на пизда. Рост, вырывание волос, друзья решают поднять... Говорит, ну ты чё, блядь, долбоёб, ну ты чё не веришь? Тук-тук-тук! Открывает стука. Подарки от Эльдорадо. Сын кэндис сидит к ним спиной и выдирает расческой свои и так уже поредевшие волосы. Это он не может нормально расчесаться, блядь, сидит. Утро, кстати, да. Клютая песня корр. Кстати, я вот, я вот, когда захожу в такие, как бы, дома, в комнаты, вот, я вот вижу вот эту вот хуйню, да, знаешь, чисто, блядь. Два волоса, ещё, знаешь, кожа максимально неестественная. Ну, как бы... Беру травматы, ебашу в затылок, блядь. КСК, естественно, поговорить с лицом к лицу, он разворачивает голову на 180 градусов. О, так это совёнок, блядь. Мы видим жуткую маску. После этого дрожжа решает, что продуктивно... Продуктивно нужно съебаться. Он как раз-таки на выход показал. Раз, два, прилетит сова. Так, всё, тихо-тихо, страшно видео. А так, я готовил... Ха-ха-ха. 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 Мы видим, как он начинает странным образом дёргаться, лёжа в кровати. Кстати, знаешь, вот до этого они не хотели к нему в комнату заходить, не могли и так далее. Но зато, блядь, камера уже стоит в углу где-то. А, ну, ну что, ну, ну, покадай, спит. И ноги резко удлиняются, свешиваясь на пол. А ну. Нихуя себе, блядь. На четвереньках выходит из комнаты. Кстати, это вообще ни в коем случае ни ходули, ничего. Это правда, блядь. Кэндис исклоняется над спящей женщиной. Далее, благодаря установленной камере... Мам, мне страшно, говорит. Скидут вам шикар. Мам. Нихуя. Нихуя. Черное дело. Черное дело, кстати. На утро парни обнаруживают, что Кэндис не может встать на ноги. Слушай, я думаю, может, не тоже такую диксу делать. На утро парни обнаруживают свое... О, нет, что же это может быть? Давайте мы сегодня разберемся, что это такое и как с этим бороться. Посмотри, все отснятое за ночь... Я буду музыку вот эту. Ту-ду. 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 Повыляет, блядь, невыщий ковылятор нахуй. Томми, только если Хилфигера... Закрытую дверь начинает биться в нее головой. Так это же я. Так подожди, это же я. Нихуя себе бриясь. И вскоре пробивает дыру на крики. Знаешь, кстати, они гении пошли, знаешь, травмата нихуя нет. Чисто, знаешь, пришли, как бы поговорить. Есть видеокамера. Мы чисто наблюдаем. Мама, блядь, крестивили меня на улицу. Так и не обнаружив следы жертвы, друзья вынуждены были уехать ни с чем. Похуй, женщина пропала, не ебет. Это кулочки, блядь, что это? О, продам. На что она ответила, что Томми умер около года назад. Он жил в ее матрасе. Блядь, давай так же кататься. Чисто по всей Европе. Ребят, хотите, слышишь? Да-да, хотите влог из... Как в этом замок? Кенель? А-ля Кенель в Париже. Пошли на... Все, идем на заброшку. Кстати, чекай, тебя камера снимает. Ха, кстати, здорово, привет, Ютуб. Улыбайся, улыбайся. Улыбайся и машин, знаешь, как пельгинные. Салфак, блядь. С тех пор Тейлор не дает покоя странное чувство, что вместе с ней живет кто-то еще. Она начала слышать. И знаешь, так тихо-тихо ночью такой... У-у-у, на Фаня. Фаня! Слышать шаги и странные звуки по всему дому. Более того, к письму она приложила видео, где никто в белой маске смотрит на нее из-за дерева. Давай поиграем. Ты палишь, ты, блядь. Догони меня. Заключающим обстоятельством является и тот факт, что дом Тейлор находится в опасной близости с заброшенной психбальницей. Семь-семь-семь, кто тебе дал, ебать, вот, наверное. Я начале с разговора с хозяйкой дома. Тейлор рассказала, что постоянно ощущает чье-то постороннее присутствие, а по ночам просыпается... В область своей желтой, блядь. Причина, она уверена, что это не может быть чья-то шутка или розыгрыш. Поговорив с Тейлором... Блядь, потому что шутка это я. Я тащу шутка. Я смотрел дом, установили в нем камеры и отправились ждать в машину. Поначалу все шло гладко. Камера беспалена, кстати, на полке тоже все сняла, прям просто... Кстати, да. Слышь, они уже умнее, они в этом видео, короче, в машину сели, чтобы, если что, можно было съебаться. Съебаться. Однако внезапно друзья замечают, как в одной из спален открывается дверь. На пороге появляется высокое тощие существо в белой маске, изображающей живопую оскаленную улыбку. Издавая похожие на смех звуки, монстр выводит из строя камеры по пути. Бля, не хребет. А следует... Как следует... Надо догадаться в спальню Тейлор. Ооо... Как сразу же только камера в спальне хозяйки дома. Что это за бред? Он тоже перед камерой, как у него нет. Сначала появляется голову... Я, кстати, да. А затем туловище монстра. Блядь, он ей лежит нахуй, сука, в сосуд. Я тоже хочу. Паркер спокойно наблюдает, как монстр вылезает из матраса. И только, кстати, как-то так я родился и начинает из-то встречать, а они вдруг срываются ей на помощь. В этом эпизоде все закреплено. Сразу месо гораздо менее трагично. Подхватив Тейлор под белой рученьки, друзья помогают ей убежать из дома. Под белой рученьки, блин. Под белой рученьки, блин. Приследующего от них монстра. Они садятся в машину и поскорее... А ты снимаешь нахуй, с титров. В конце мы узнаем, что Честер и Паркер пытались связаться с... ...с родителями Тейлор. Однако так и не получили никакого ответа. Что-то ужасное. Не, знаешь, как нужны вот эти вот голоса. Что-то ужасное случилось с ее сестрой. Следующее письмо с криком о помощи пришло от 18 лет. Крик это фильм, кстати. Она просила Честера и Паркера разобраться... Ебать мне в мешки под глазами. ...с дистрибно. Однажды Гейл пришла домой позже обычного. С лицом замотанным бинтами. На все вопросы сестра отвечала, что попала в аварию. После этого... ...изменилась. Гейл стала ночами уходить в лес, а по возвращению ничего не объясняла. Просто жутко улыбалась. Ну, потому что рот, блядь, переломан, нахуй. Ну, мы уже знаем, что для наших героев нет... Знаешь, я, конечно, ни на что не намекаю, но... ...опал я 10-й левел фейс, то у меня так же рот был переломан. Почему-то, потому что, как бы, да. Кто понял, тот понял. ...обсуждая предстоящую встречу. Дверь стоящего посреди деревьев дома им открывает испуганная Лия. Весьма неохотно она приглашает их войти. Пока Честер и Паркер пытается... Войти, войти, кстати, IT-технология, войти. Говорит, а сейчас реклама. Скиллбокс, кстати. У нас не нам не заносил, поэтому, как бы, ничего. Ты что бросаешься, блядь, дура? Страшно же, я сижу в наушниках, я все слышу. Я все слышу, сука. Явно играет в ГТРП. Меня бы за это пизды дали, нахуй. Просто наши друзья с полотцами собираются и решают сами ее навестить. Открыв дверь, они видят сидящую к ним спиной девушку, которая активно шевелит челюстью, будто что-то пережевывая. Разговор ожидаемо вновь не задается. Поэтому, расставив камеры по всему дому, Честер и Паркер отправляются... В микроволновку. ...как все обитатели дома мирно дремлют. И только Гейл сидит на кровати напротив окна и что-то бормочет. Затем она дознает из кровати ножницы... На самом деле, пизже всего кричит «У!» только один человек. Сы срезает с лица винты. А кто узнает в следующем видео? Мы с ужасом видим, что под ними скрывается лицо, которое явно не может принадлежать молодой женщине. После этого Гейл, или нечто, что выдает себя за нее, обматывает лицо новым бен... Фальшивка ебаная. ...и направляется в комнату своей сестры. Немного потоптавшись у кровати, она наклоняется над Ли и хватает ее зубами за... Я шепну тебе на ушко. А не киряторная пушка! А не киряторная пушка! О, она продолжила, кстати. Жидко просыпается и начинает громко кричать. Прибежавшие на помощь Честер и Паркер оглядывают всю комнату, даже залазят в чулан. Не обнаруживаясь в чулан залезу. Блять! Чекай! Вот это чисто мой мумен, 360 IQ. Чекай! за дверью стояла просто и уходят ебать на как мы видим на камере чудовище пряталась за дверью после ухода по гениально но просто поразительно ли пока честры паркер спят гейл уводит свою словно быть загипнотизированную сестру из комнаты установленная на улице камера фиксирует еще у нас от вечеринка блять диджей мышь мне кажется они чисто перепродают дома и не черные риэлторы тут перед ними предстает весь ужас происходящего не решайся в отца в лес меня вроде не было по добру по здорову покидают опустевший дом версти говорю приезжают приезжают делают жизнь хуже они выжили ее доме жила точно не гейл а я она на самом деле нуждалась в нашей помощи но было слишком поздно следующий он 20 лет не получила в наследство дом от своего умершего дяди казалось бы вот она американская мечта однако первое же посещение дома закончилась весьма неудачно девушку всюду преследовали тени и ужасающий шепот поэтому она сошла разумным поскорее смыться оттуда и обратилась к нашим бесстрашным охотникам за паранормальными явлениями здесь все начинается немного необычных все это самая женщина это же мало да не едут а ждут эмбер в своем доме дождавшись и и джанин раз выслушивать историю после чего втроем отправляется к злополучному дому однако уже во время расстановки камер герои начинают слышать странный шепот но списывается на ветер наверно ветер справляются спать причем почему-то оставляют эмбер в комнате одну около двух ну как мой камера в коридоре фиксируют фигуру девушки в белой норочке на утро просмотрев отснятое видео друзья решают осмотреть то место где призрачная фигура впервые явилась перед камерами там они обнаруживают спрятанную за шкафом дверь в комнату в которой находятся металлический ящик и капельница на этом находке заканчивается это меня откачивали решает пока уехать из дома и были не сюда крутые парни на вы провести в данном доме вторую ночь теперь они устанавливают дополнительную камеру во вновь на единой комнате кстати на все вопросы о том чем занимался ее дядя пока был жив дядя от которого этот дом достался в наследство эмбер отвечает решительным отказом вложился bitcoin и вновь среди ночи таинственная девушка переходит из системы на тему прям как я ходить по домам она спускается в подвал пишет что-то на лист это груша блять который подносит к установленной камере блять но выпьем спину за ебало мы читаем фразу помогите мне ебаный брод выходит что таинственная незнакомкой которая держит страхи эмбер сама нуждается в помощи и будто в подтверждение нашей догадки за ее спиной возникает еще одно существо которое с рычанием бросается жертву после чего съемка прекращается спустя некоторое время открывается дверь в спальню эмбер и в проеме мы видим все того что джонни дэвн не мог не стоять утром честер и паркер решают разбудить эмбер чтобы втроем посмотреть видео с камер однако укрытые одеялом фигура никак не реагирует на приглашение и друзья решают начать просмотр без хозяйки дома когда запись доходит до момента с просьбой о помощи они бросаются в подвал но ничего там не обнаруживают внезапно на весь дом начинают раздаваться крики сирена обнаружив девушку в спальне друзья идут на крик и находит ее в запертой комнате едва троица покинуть дом за ними в погоню бросается ёбаный в рот лысый дед полуголый обитатель здания я не буду быстро бежать чтобы ну типа попугай однако после всей этой истории эмбер не только реклама ауди нам закупили рассказать больше о своем дяде но и кидает номера телефона выходит ей все-таки было что скрывать что теряется как у меня эпизод 5 что-то не так с ее братом бля нет мне этого не особо так не получится это не так с ее братом даже так прочитал что хочет я сразу в ебать что-то не так с ее братом не знаешь тоже какой-то 3 лябре что-то не так с ее братом вот у меня получился сильно изменился так все тихо с сестрой и вообще предпочитает проводить досуг в одиночестве знаешь знаешь на что намекаю короче вот предпочитает проводить досуг своей комнате и там запуск запуск короче наш звук dota 2 спасибо заниматься менее интересными делами снова стук в дверь и подробный опрос за столом в гостиной однако попытка поговорить с братом она был закончилась ничем парень закрылся в ванной на несколько часов и это я был все просьбы привычно установив камеры по всему дому честер и паркер отправляются ждать в машину в этом шоу службе и все себя на хватит и заводить или еще так на камерах мы видим как она были отправляется спать однако ее брат продолжает сидеть на кровати и играть в дотах и расчесывает свои волосины для время он опускается на четвереньки и исчезает за дверью друзья оперативно решает что пора вмешаться и бегут пусть но они прогрессируют то есть сначала не жили в доме потом переехали в машину а теперь они еще и заранее бегут входная дверь оказывается заперта хотя они просили она были на всякие вот это видишь маленькую лестничку и моя прелесть и поебали на тем временем камера фиксирует как полуголый братец начинает отчаянно ломиться в комнату где ты видела такое видео полуголый брать мы видим только снятую крышку вентиляции поняв что никто выдающий себя за брата она были сбежал друзья решают тоже поскорее убрать и что девушка временно живет с родителями это гибать это гениально он же снова не тупо пиздили ее на безопасности ну блять это гениально так слушай так это гениально ты то есть приходишь говоришь там вам поможет точно это по факту однотипный сюжет просто аренда дома блять на один день 500 рублей конечно несмотря на реалистичность некоторых кадров мы имеем дело вовсе не блять на за дверь стоит запутаться постановочным сериалом ролики действительно сделаны очень качественные порой вызывает но это понятно впечатлительных зрителей стоит отметить что идея причем интересный жанре документального кино вовсе не нова достаточно вспомнить культовый фильм ведьма из блэр просто создать до класса life of luxury решили приспособить эту задумку кри достаточно просто вспомнить фильм паранормальное явление которое купился там читать в 300 тысяч раз лим интернета вышло весьма неплохо можно даже закрыть глаза на немного наигранные диалоги что вообще можно рассмотреть как особенность сериала а также на некоторые ляпы например во всех сериях героини ложатся спать в нижнем белье или пижаме однако после стремительного побега из дома они вдруг оказываются полностью одеты стали одеваться по погоде когда в соседней комнате орудует монстр до вопрос риторический определенно да из минусов можно отметить пожалуй довольно однообразный сюжет все эпизоды развиваю к сайдам сценарию письмо помощи ночная поездка главных героев опиздюливание съемки установка камер лютая дичь происходящее в доме герои приходят на помощь к жертве побег из дома и пилот и шаушенка можно не по-детски на больших и малых городов проект крайне по причине соседей терроризирует или по соседству с вами живут сатанисты подписывайтесь на канал и ставьте лайки всем удачи и кстати да спасибо брат за видео хорошее видео спасибо брат миша совместный просмотр видео знаешь вот сижу с тобой знаешь как будто с родственником чисто у добро есть два ляма банки ну че ребят всем спасибо скоро знаешь скоро стрим с вебкой наберем 150 миллионов как бы если что это все в монетках на видео на видео только для вас на балконе так что все ребята всем спасибо за просмотр мы погнали как бы когда мы погнали а кто куда кто куда я по съебам так что всем спасибо ребят всем пока